В России законодательно перестало существовать понятие дачи. Из девяти различных форм названий кооперативов осталось всего две – садовые и огороднические товарищества. Кроме этого, в сферу, регулирующую деятельность владельцев загородных участков, внесены порядка полусотни поправок. Пожалуй, самое важное среди них – изменение порядка согласования строительства. С 1 марта каждый, кто пожелает возвести дом, должен будет уведомить о своих намерениях администрацию муниципалитета. Этот закон на самом деле распространяется не только на дачные хозяйства, но и на все индивидуальные жилые дома. Раньше индивидуальный жилой дом, чтобы построить, нужно было получать разрешение на строительство. Сейчас также достаточно уведомить администрацию и получить в ответ уведомление от администрации о том, что его параметры строительства соответствуют градостроительным нормам. Среди главных требований в части расположения будущего капитального строения должны быть соблюдены все отступы от границ земельного участка – 3 метра с каждой стороны. А если дом планируется у городской дороги, то минимальное расстояние от проезжей части должно быть не менее 5 метров. В противном случае есть угроза того, что строение придется демонтировать. Если дом уже есть и отвечает всем требованиям, то зарегистрировать его в собственности лучше всего сейчас. До 1 марта действует упрощенная система оформления. Нужно заказать технический план у кадастрового инженера, оплатить госпошлину и подать заявление через МФЦ или портал госуслуг. А чтобы можно было прописаться, категория земли должна носить название «Садовой». Также при необходимости можно заполнить декларацию на смену вида разрешенного использования земельного участка до осуществления регистрации права, которое позволит зарегистрировать именно жилой дом, что в последующем даст возможность регистрироваться в этом доме по месту жительства или пребывания. Жилые капитальные дома могут располагаться только на территории садовых товариществ. В огороднических допустимы лишь хозяйственные постройки и летние домики. Помимо вышеперечисленного, все взносы, которые платят огородники или садоводы, теперь будут носить безналичный характер. А обязанность отдавать свои кровные за содержание имущества и ремонт объектов капитального строительства теперь ложится на всех, в чьей собственности находятся земельные участки. Это может упростить работу с должниками. Мы на протяжении двух лет работали с должниками, как раз заявляли иски в суды. И когда человек не являлся членом кооператива, приходилось не напрямую условно руководствоваться законом, а взыскивать это как неосновательное обогащение. Притом еще была процедура, когда мы обязаны были таким людям направлять договоры, предлагать им заключить договоры на пользование объектами инфраструктуры. То есть там была непонятная, непрозрачная, неоднозначная процедура, которая вот с 1 января она урегулировалась. Новый закон призван упорядочить расчеты, сделать их более прозрачными. А попытка государства навести порядок со строительством в дачных кооперативах и вовсе стала первой столь серьезной за долгие годы. На данный момент только в Сургуте и Сургутском районе насчитывается около сотни кооперативов, в которых несколько десятков тысяч участков. Татьяна Расторгуева, Катерина Абдулова, Сергей Коликов, Денис Зонов, Сургут. Интерновости.